Привет, друзья! Вы на канале «Каревая жизнь на Кипре». Сегодня мы приехали к застройщику на презентацию очень хорошего проекта в район Эскеле. Руководитель отдела продаж Ольга нам проведет презентацию и ответит на вопросы. Юля, снова рада вас видеть в нашем офисе. Заезжайте к нам почаще. Сегодня приступим к презентации нашего нового проекта «Ла Исла». Вкратце немножко о нем расскажу. Проект расположен в районе Этюкен. Это 106 тысяч квадратных метров территория земельного участка. Там расположено 211 объектов. То есть есть и квартирные блоки, и дома отдельно стоящие и виллы. Квартирные блоки – это квартиры 3 плюс 1 и 2 плюс 1. Виллы с тремя, с четырьмя и пятью спальнями. Данный проект был запущен в продаже 27 января. На сегодняшний день уже более 92% продано. Достаточно высокий спрос на наш проект. Проект состоит из 211 объектов. Это квартиры и виллы. Проект «Ла Исла Виллес» расположен в районе Этюкен. Это недалеко от Ломбича, буквально 2 километра от Ломбича в сторону Фумагосту. Чем нравится и привлекает этот проект, то есть он не многоэтажный. Тут максимум два этажа. Жилой комплекс закрытого типа, то есть он более такой приватный. Есть и квартирные блоки, а также отдельные виллы с отдельным земельным участком. Въездная группа комплекса – это коммерческие помещения и инфраструктура самого комплекса. Также на территорию комплекса у нас расположен ресторан. Не забыли и про домашних животных. Для них есть отдельно выведенная территория для вывола животных. Также есть небольшой ботанический сад. На территории комплекса расположены два дворика, внутри которых расположены наши бассейны. Один бассейн где-то в длину, если не ошибаюсь, в районе 70 метров, другой в районе 50 метров. Также предусмотрена территория для детской площадки, барбекю-зона, детская игровая площадка. За комплексом предусмотрена спортивная площадка. Еще я хочу добавить, что данный застройщик построил такие известные комплексы, как Корт Ярд, Форс Сизнс. Большое внимание уделяет застройщик именно функциональности, уюту. В этих комплексах есть все необходимое, все продумано до мелочей. И действительно, недвижимость очень высокого качества. Ну и немного проговорим про апартаменты. То есть все блоки с апартаментами расположены вокруг бассейна. В каждом блоке у нас по три квартиры. То есть первый этаж – это квартира с тремя спальнями. Вторые этажи – это квартиры с двумя спальнями, квартиры лофт двухуровневые. На сегодняшний день квартир практически не осталось. Есть в наличии еще несколько вилл. Также виллы имеют небольшие земельные участки вокруг дома. Виллы с четырьмя и пятью спальнями. Клиенты могут дополнительно заказать себе бассейн. В строительстве мы используем только материалы высокого качества. Например, начнем с кухонных шкафов. Кухонные шкафы продуманы до потолка. Гипсокартонная конструкция с точечным светом – тоже все в стандарте. Столешница-фартук – это беленько-кварть. Санузлы с теплым полом. Рейн-шауэр, волкин-шауэр – это все уже в стандарте. Туалет-инсталляция, ванник – это все беленько. Сантехника в санузле – это хансгроя, либо равноценная ей. Далее санузел, туалет-инсталляция, умывальник – это все итальянское. Мелана-бочи. Вытяжка также входит у нас в санузлах. И полотенцесушитель. Большие квартиры также предусматривают то, что жильцы приобретают с целью постоянного проживания. Соответственно, тоже было уделено внимание даже вроде такой мелочи, но санузлам. Например, в квартире с тремя спальнями там, в общем, у нас три санузла. То есть есть отдельный гостевой и отдельные два санузла в спальной зоне. Также предусмотрены кладовые комнаты. То есть ее можно переоборудовать либо в дополнительную кухню, либо можно ее использовать как кладовую и прачечную комнату и так далее. Нет, гардеробная не потребуется, потому что гардеробная уже предусмотрена. То есть есть гардеробная для гостей, также гардеробной санузел предусмотрен. Чем еще привлекают такие апартаменты? То есть у них есть большая терраса, 34 квадратных метров. То есть, выходя на террасу, вы имеете прямой доступ сразу же к бассейну. Квартиры с двумя спальнями, там тоже очень известная планировка. Это квартиры лофт, они двухуровневые. То есть, первый этаж у вас гостиная, кухня, и есть отдельная спальня. На втором этаже также у вас отдельная спальня с открытым светом, такая небольшая галерия открытая. И также в дополнительной спальне у нас расположен отдельный санузел и гардеробная комната. То есть, в принципе, после файлинг-контроля клиенты по желанию могут сделать себе перегородку и полностью закрыть, изолировать вторую спальню. Это уже по желанию. Что немаловажно, на что стоит обратить внимание, вообще во всем районе Искеле очень маленькое количество апартаментов с двумя спальнями. То есть, многие, которые планируют сюда переезжать, они еще более большие апартаменты, либо же виллы. Квартий с двумя спальнями очень мало в районе Искеле. И в основном это квартиры либо пентхаусы, либо таунхаусы, либо отдельные виллы. Ольга, расскажите, пожалуйста, еще про расположение более подробно. Сколько до моря, как там будет удобно жить с семьей. Вообще, удобен ли этот район для проживания? Школа ли там есть рядом, что-то еще? Будут ли там магазины? Потому что сейчас, на сегодняшний день, там ничего нету, чистое поле. Что в перспективе, чтобы человек мог с уверенностью знать, что там ему жить будет комфортно? Либо это только инвестиционный проект? Вот ваше мнение. Однозначно, проект удобен как и для постоянного проживания, и под сдачу в аренду. Конечно же, если у нас клиенты планируют инвестировать в этот проект, для сдачи в аренду мы советуем только приобретать апартаменты. Виллы в основном приобретаются с целью проживания. Проект расположен в километре от моря, в двух километрах от Пламбича и в районе 10 километров от самой Фомагусты. Что касается инфраструктуры комплекса, там у нас будет расположена аптека, мини-маркет, ресторан, ну и также несколько помещений уже будет зависеть от нужд наших жильцов. Что касается школ, от нашего проекта до одной из частных школ в Ени-Буазычи, буквально 5 километров, до второй частной школы, которая расположена в Фомагусте, 10 километров, и до школы государственной, это буквально километров 5. Завершение строительства планируется на март 2025 года. Что касается плана оплаты, клиенты, например, выбрав объект, сначала вносят депозит, в течение месяца оплачивают 30%, оформляется сделка, на остаток 70% у нас рассрочка на 4 года, то есть до марта 2025 года плюс год. Клиенты могут разбить это таким образом, либо 30% первоначально, 40% до марта 2025 и на остаток суммы еще до марта 2026 года разбить, либо же остаток суммы полностью разбить на весь срок до завершения строительства плюс рассрочка. Еще я хочу добавить, что район Лонг-Бич, это я сравниваю с Майами, это очень динамично развивающийся район. Здесь в ближайшей перспективе появится частная больница, магазины, все больше и больше проектов абсолютно разных, и высотки, и малоэтажные здания, где вся развитая инфраструктура. И, например, вот мы живем в районе Алсанжак, вы понимаете, что там все очень заселено настолько, что там нету больших территорий, там есть комплекс, но даже в комплексах бассейна часто нету, а мы гуляем с собакой, у нас сейчас собачка появилась, с фонариком по ночам, по вечерам. И, конечно же, район Лонг-Бич, он более цивилизованный. И когда я приезжаю сюда, то я задумываюсь о том, чтобы приобрести здесь недвижимость. Юля, вот я наблюдаю, вот с помощью вас очень много семей уже стало владельцами жилья в наших комплексах. На данный момент некоторые уже принимают объекты, некоторые ждут завершения самого проекта. И вот к вам вопрос. Вы-то когда к нам приезжать-то будете? Планируете ли вы? Если бы в районе Эскеле была британская частная школа, я надеюсь, мое видео Министерство образования увидит и построит здесь британскую частную школу, то мы бы однозначно жили здесь. Но я вам скажу, что и частная турецкая школа, она также дает возможность человеку классно выучить английский язык, получить диплом международного образца, потому что мы также будем подтверждать свой диплом в Турции, как и частные турецкие школы. И дальше ребенок, уже все зависит от него, может учиться и в Европе. Но сейчас мы просто уже учимся в одной школе, и поэтому мы учимся. Но вот этот проект Ла Исла нам очень интересен. И то, что он будет построен через 4 года, как раз у меня Злата закончит учебу, мы его через 3 года, ну, мы там через 4 закончим. В общем, я вам скажу по секрету, что именно этот проект мне очень интересен, и я потом вам расскажу, может быть, секрет. Ольга, сейчас такое время, что многие люди стараются обрести себе второй дом и либо вложить деньги куда-либо, инвестировать, либо в недвижимость, чтобы сохранить свои деньги в иностранной валюте. Подскажите, пожалуйста, вообще, вот нам задают вопросы, не опасно ли вкладывать в Северный Кипр, насколько здесь комфортно жить. Вот вам, вы же тоже, как обычный человек, сюда приехали когда-то, да? И вот расскажите буквально пару слов, свой такой мини-отзыв про Северный Кипр и свой совет, рекомендацию как профессионал. Первое, чего боятся многие инвесторы, ну, главный вопрос, это страна непризнанная. То есть, ну, меня, например, это не беспокоит. Непризнанность страны, с одной стороны, это тоже некоторые плюсы. То есть, например, вы, когда оплачиваете здесь невижимость, то есть здесь не требуется предоставление бумаг о происхождении денежных средств, не имеет значения, кто за вас платит. Это первое. Второе, страна, в которой вы проживаете, даже если она сделает запрос в эту страну, то есть она не получит никакую информацию о том, что у вас здесь имеется какая-либо недвижимость. Третье, ну, чем меня привлекала именно Кипр, это безопасность. Я думаю, что это, наверное, самый-самый главный аспект, на что я обращала внимание. Это безопасность, далее это здоровая жизнь. Обратите внимание, овощи, фрукты, то есть они без всяких там добавок. Обратите внимание, допустим, на местных жильцов. В основном это долгожители. То есть 80-90 лет для них это не порог. Вот, то есть вот это все она и привлекает. Первое, на что обращаем мы внимание, это цель покупки недвижимости. То есть если клиент изначально нам проговаривает свои цели, то мы тогда можем правильно поставить задачу и правильно объект ему подобрать. То есть, например, если клиент планирует приобретать квартиру с целью перепродажи, тогда мы будем советовать приобретать объект на офф-плане. То есть, соответственно, приобретая на офф-плане, клиент покупает дешевле. До завершения строительства он вправе ее переуступить, перепродать и тем самым заработать. То есть, первое, он сохраняет свои денежные средства и плюс приумножает их за счет того, что он перепродает уже дороже. Второй способ. Например, клиент желает приобрести с целью и сдачи в аренду и приезжать самому отдыхать. Тогда мы будем советовать курортную зону. То есть городскую недвижимость мы в этом случае не советуем клиенту, потому что город это не курортная зона, город это рабочий вариант. То есть это либо для постоянного проживания, либо по сдаче в аренду студентам. Вот. Если же клиент, например, планирует переехать сюда, ну, у него есть свое жилье и он готов ждать, тогда мы предлагаем тоже проект на офф-плане, где у него более гибкий план оплаты. То есть ему не требуется выплачивать 100%. То есть после 30% мы разбиваем график платежей до завершения строительства плюс год рассрочки после получения ключей. Вот. Есть, например, клиенты, которые готовы прямо сегодня переехать. К сожалению, таких апартаментов у нас немного. Есть некоторые проекты, которые уже завершены. Если там считанные 1-2-3 квартиры есть, то, конечно, мы этот вариант тоже предлагаем. То есть вот первое – это правильно расставить свои приоритеты, рассказать нам о своих целях, чтобы мы могли правильно вам что-либо посоветовать. Итак, друзья, сегодня нам Ольга провела презентацию нового проекта «Лаисла», который практически продан. Но, тем не менее, там осталось несколько хороших вариантов вилл. Вы можете себе приобрести недвижимость своей мечты. Юля, да, мы всегда очень рады вас видеть в нашем офисе. Приезжайте к нам прочаще. Также благодарим вас за внимание. Если вас интересует что-либо о нашем проекте, более детальная подборка, либо подборка какого-либо объекта, обязательно пишите. Мы подготовим для вас индивидуальное предложение в кратчайшие сроки. И, конечно же, приглашаем вас на Кипр, приглашаем вас посетить наш офис, наши комплексы. Не буду многословно. Я даже вот перед тем, как рассказывать клиентам о проектах, я предлагаю наоборот. Приедите, поживите у нас. Поживите это все. Пощупайте, потрогайте, посмотрите, как это все в жизни. И после этого принимайте решение. Добро пожаловать. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Также пишите в комментариях ваши вопросы. И лично нам, в WhatsApp, Telegram, Viber, также пишите и звоните. Приглашаем вас в бесплатный тур на Северный Кипр. До новых встреч. Пока-пока.